Долгожданные изменения в правилах, которые позволят повысить качество ремонта дорог или индульгенция для недобросовестных подрядчиков. ГОСТ, разрешающий укладывать асфальт в непогоду, вынесен на публичное обсуждение. Документ подробно изучила моя коллега Татьяна Белова. Татьяна, так что же предлагают авторы новых нормативов? Неужели асфальт теперь официально можно будет стелить поверх сугробов и в лужи швырять? Вадим, нет, ГОСТ никоим образом не развяжет руки неразивым дорожникам. Например, в таких как эти подобных роликах в российском сегменте интернета сотни, если не тысячи. Рабочие укладывают асфальт. Ну, как укладывают? Просто закидывают в лужи, а потом пытаются размазать его по яме. Еще один шедевр ямочного ремонта. На этот раз драгоценный стройматериал сыплют прямо в снег. Ну, а прохожих возникает вполне резонные вопросы. Вот так было нельзя делать до нового ГОСТа. И так делать будет нельзя, если его примут. Но в чем суть изменений? Давайте разбираться. ГОСТ разрабатывает НИИ транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора. Он определит допустимые погодные условия, при которых можно укладывать асфальт. В том числе проводить ямочный ремонт. Ранее единственным документом, который это рекламентировал, был свод правил от 2012 года. Согласно ему, дороги можно было делать при температуре не ниже плюс 10 градусов. Осенью и до плюс 5 летом и весной. Все исключительно в сухую погоду. Сейчас предлагается расширить допустимый диапазон температур во все сезоны до минус 10 градусов. И разрешить укладывать асфальт при осадках интенсивностью до 5 миллиметров. Одна из причин – старые нормы чрезмерно ограничивают возможности дорожников. Посудите сами, в Москве температура держится в рамках установленных правилами в течение 164 дней. В Краснодаре – 228 дней, но то зоны умеренного климата. А вот, например, в Южной Сибири дорожники ограничены сроком всего в 144 дня. Что уж говорить о крайнем севере. Когда там вообще ремонтировать дороги? И это уже не говоря о том, что в России случаются резкие похолодания. Даже в Подмосковье уже в сентябре бывает такие температуры падают. И это значит, что нельзя укладывать дорожные покрытия. В принципе, есть определенные сложности, но если грамотно все выполнять, все работы, то никаких проблем с этим не может быть. Для нас, для дорожников, с учетом сегодняшних механизмов, подходов и технологий, это на самом деле не столетики проблем. И можно при соблюдении технологий получать высококачественное асфальт-бетонное покрытие, которое будет служить наравне с укладными при плюс 25-30 градусах. Как говорят эксперты, в гости, по большому счету, нет ничего нового. Технологии, позволяющие укладывать асфальт на морозе при слабых осадках, были описаны в советских методичках еще в 80-х. Другое дело, что для их соблюдения нужен целый парк специальной техники. В первую очередь, будущую дорогу нужно будет очистить от снега и осадков, и просушить. Сам асфальт-бетон должен находиться в самоасфале с подогревом, чтобы материал не остывал и не терял свойств. Непосредственно при укладке нужно использовать так называемый перегрузчик асфальт-бетона. Эта машина также позволяет поддерживать нужную температуру смеси. Каток тоже требуется особой защитой вальцев. Зато, если все сделать правильно, можно полностью нивелировать влияние неблагоприятных погодных условий на качество полотна. В проекте этого стандарта, о котором мы говорим, нет ни одного пункта, ни одной, я бы сказал, буквы по поводу того, что проведение работ при неблагоприятных условиях позволяет понизить качество асфальт-бетона. Требования к качеству асфальт-бетона сохраняются точно такие же, как при укладке при плюс 20, плюс 30. И вот это самый принципиальный момент, что все это при том же качестве асфальт-бетона. Еще одна важная причина, по которой разрабатывается ГОСТ именно сейчас, 2025 года в России, в любой проектно-сметной документации нельзя будет ссылаться на методические указания. Чтобы у дорожников были нормативы, которым можно следовать, их необходимо упаковать в один документ более высокого уровня. Продолжение следует...